Прокатить робота точно по линии – классическая задача для начинающего робототехника. Но и к этому нужно прийти. 13-летний Алексей собирает и программирует такие машинки уже 4 года. То, что их программировать, достаточно интересно. Какие-то сложности присутствуют в плане того, что едет не туда что-то, конструкция как-то не так работает. Просто думать надо, как собрать что-то, как написать код. Думать не так уж и просто. И недавно новоалтайские школьники это доказали, став призерами одного из самых масштабных конкурсов по робототехнике. Их соперников было больше 3000 человек. И хотя многие дети играют в робототехнику, к конкурсу готовились серьезно. Для младших в основном сюрприз, потому что они слышат ключевое слово «Лего». То есть «Лего» – это ассоциация с игрой. То есть мы это дело пытаемся искоренить, переубедить, потому что мы не играем. То есть у нас изучение механизмов различных. Но вот опять же, если возвращаясь к робофинисту, то у младших, например, была защита. То есть вот они кроме того, что собрали, подошли судьи и спросили, а что это за механизм. Ребенок не отвечает, баллы не получает. Каждому участнику выдавали на конкурсе коробку с конструктором. Их роботы должны были без ошибок проехать по линии, захватить предмет, подсчитать перекрестки. На это давался один час и всего две попытки. Определялись в одном мнении, и тогда начало получаться. И в итоге наши школьники заняли второе место престижного и масштабного международного конкурса. К этому теперь стремятся и их коллеги. В центре занимается почти 60 детей. С каждым годом желающих все больше, а сама сфера все сложнее. Постоянно нововведения какие-то у нас происходят. То есть я постоянно, я лично постоянно чему-то учусь. У меня выходят пособия определенные, которые пользуются определенным спросом. Недавно в Беларусь 12 книжек отправил. То есть поэтому сейчас переходим потихоньку в искусственный интеллект. В будущем выпускники центра смогут стать программистами или создавать различные механизмы. Главное – не терять интерес учиться. Дарья Ирошина, Дмитрий Денисов. День с толком.